Приветствую вас, давайте попробуем разделить проблему на несколько частей, потому что она у вас явно здесь такая составная, да, то есть состоит из нескольких элементов. Начнем мы, пожалуй, с элемента более простого, из-за того, что мужчина вас издевал, мужчина украл вашего ребенка, и вы почему-то не подали в суд, не начали осказывать свои родительские права, ваш мужчина не имел права этого делать, и любой суд будет стоять на вашей стороне. Также, ну, понятно, что доказать то, что он вас издевал будет сложно, ввиду срока давности, но вот во всем остальном, в том числе и элементы, вам с этим нужно ображдаться в суд, а возможно даже и в полиции, если ответственно именно украл ребенка. Теперь, в том, что касается всего остального. Значит, для того, чтобы доверять людям, для того, чтобы не раздражаться, для того, чтобы не бояться близости, нужно работать над уверенностью в себе и стараться принять свой страх. Причем, заметьте, не подавить свой страх, не бороться с ним, а именно принять. Вы пытаетесь перебороть свой страх, но в действительности вам нужно его принять, сделать его своим оружием, обратить его себе, по сути дела, на пользу. Как это можно сделать? Только если вы поймете, чего именно вы боитесь. А главное, почему вы считаете, что все мужчины такие, как ваш муж. Далее, вас раздражают парни, которые вас добиваются. Вы не говорите, вопрос, чем именно они вас раздражают? А что они, условно говоря, такого делают, что вас раздражают? Ведь если вас что-то раздражает, значит, это проблема ваша. Это ни в коем случае не проблема мужчин. И для того, чтобы обеспечить себе сколько-нибудь полноценное, я бы сказал, существование, нужно разобраться в себе, избавиться от противоречий, от этих противоречий и жить в гармонии с собой. Для этого вам нужно понять, что именно вас раздражает, не делаете ли вы переноса на парня со своего бывшего мужа. И, соответственно, вам нужно помочь завершить ваши отношения с бывшим мужем. У вас определенные на него обиды, определенные на него негативные эмоции очень сильные, и в том числе иррациональный страх, то есть мистический страх, которому вы не отдаете себе отчет. В основном, научиться критически относиться к тому, что говорят вам люди, и понимать, чему верить, а чему не верить. Вот, по сути, и та помощь, которую мы вам можем предложить. Но это работа с вами, и она достаточно длительная, к сожалению, потому что по тому, что вы написали, я могу сделать вывод, что вот так вот в формате одного ответа на один вопрос вам не ответят. Тем более, что вы, в свой вопрос, поместили как бы два. Один для юриста, второй для психолога. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделать его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.